Тема астральные сущности. Вопрос от Юрия. Обнаружил, что в моем теле находится постороннее существо, которое периодически вводит меня в тревожные состояния. В общем, очень сильно влияет на мою жизнь. Слава Богу, я ее увидел. Помогите, скажите, что делать. Пост и молитва. Поменьше кормить его физической пищей, но и самое главное, эмоциональной. То есть нужно успокоиться, уравновеситься, и молитва, молитва, молитва. То есть если ему еды не будет, они гавахом питаются, и не следовать его советам, то эта сущность уходит. Но лучше ему сказать, что тебе в этом деле больше делать нечего. Тебе лучше уйти. Я в твоей помощи не нуждаюсь, в твоей опеке не нуждаюсь. То есть ты сущность другого плана, уходи на этот план. И еще и помолиться за эту сущность, чтобы успешно она ушла к себе домой, вернулась. То есть отказаться от услуг этой сущности. Вопрос от Ярослава. Скажите, пожалуйста, побольше о тотемных животных. Как призвать? Какие нужно иметь вещи для усиления присутствия и оберега их? Как с ними общаться? У меня, например, ближе к сердцу держит кошачье царство. Я неоднократно замечал, как ко мне ликнут кошки. Но никак не могу определиться, кто у меня лев или рысь. Вроде бы и то, и другое подходит. Раскройте, пожалуйста, эту тему. Ну, каждое божество, оно ездит на своем тотемном животном, в ведах описывается. И рано или поздно каждый человек осознает, какое у него тотемное животное, и будет тоже его использовать. То есть это будет явно видно там, и сомнений никаких не будет. Нужно продолжать медитативные практики, и тогда все это раскроется. Рано или поздно он увидит себя на этом животном. Или в этом животном. Артур, если находиться без одежды, допустим, дома, будут ли различные тонкоматериальные сущности проникать в человека или нет? В Айшнаве говорят, что если нет никакой защиты, то человек без одежды сразу атакуется разными подобными существами. Что вы на это скажете? Вот йоги в одной набедренной повязке там живут в лесах, в джунглях, и ничего, и припевают. Если человек духлый, ему, конечно, бронежилетка какая-то нужна духовная. А если нет, то и проблем нет. Вопрос от Геннадия. Я сделал ремонт в квартире и собираюсь переезжать. Какие обряды мне необходимо привести до переезда? Как поступали наши предки? Я слышал, что надо якобы кота запускать перед заселением. Посоветую, как поступать. Если дом еще не обжит, мебели нету, если запустить туда кошку, то нужно смотреть, где она ляжет. Она ложится в отрицательной зоне. Тогда в этой зоне нельзя ставить постель или стул, кресло, где ты долго будешь находиться. То есть понимаете, что это отрицательная зона? Для этого запускали с окошки. Виктор. Почему душам, отошедшим в мир иной, не разрешалось подать знак своим близким? Например, передвинуть какой-то предмет. Ну, чтобы было явно видно, что это знак. С этим вопросом я обратился к священнику православной церкви. Но ответ так и не понял. Мол, не положено нам знать и все. В Библии так прописано. Потому как сильно не делает чудесных вмешательств, человек все равно будет грешить. А почему не положено знать и как, не понял. Что тут дурного? Наоборот, думаю, каждый, кто терял своих близких, если бы знал и видел от них знак, был бы так и мрачен горем. И не томился бы в раздумьях о конце существования. Мы же все верим, что наши предки с нами и помогают нам. И в Ведах такое есть. Мне думают, что если бы человек, живущий на земле, знал, что существует мир иной, тогда он был бы спокоен и уж, по крайней мере, не грешил, и задумывался о чистоте своих поступков, зная, что его ждет в другом мире. А тем более, если бы увидел какой-то либо обусловленный знак от своих родных. Думаю, страдания от потери близкого человека уменьшались бы. Что говорится об этом в Ведах? Ну, во-первых, большинство людей не владеют еще своим навьим телом, поэтому они, умерев, не могут никакого знака подать. Они не понимают даже, что умерли. То есть находятся в этом мире и думают, что они как во сне. У них нет четкого мышления. А те, кто этим научился, они понимают, что нельзя морковку за ботву тащить, она от этого быстрее не вырастет. То есть наши предки нам помогают, не помогая. То есть создают условия, чтобы морковка росла. Но за ботву не тянут, потому что это нечестно. А если человеку нужна, пусть он сам в нас сходит и убедится, что все это реально существует. А зачем это искусственно? Это и бесы могут предметы двигать, полторез устраивать и так далее. Проще самому туда сходить. Вопрос от Сергея. Можно ли подружиться с астральными сущностями, которые питаются отрицательной энергией? Ну, можно, конечно, с солитером подружиться. Только зачем это надо? Вопрос от Сергея. Домовой это игрокер дома? Нет, это сущность. Вопрос от Ольги. Мой папа сейчас находится в запое. Выводим его только с помощью наркологической бригады и при помощи его отца, моего деда. Дед находится в больнице и помочь не может. Как справиться моей маме? Как вести себя со взбешившимся мужем, который оскорбляет, распускает руки и требует водки? Какую защиту можно сделать маме? Как разговаривать с содержимым человеком? Ну, только молиться за него. Если не помогает, то, значит, расставаться нужно. Если он отказывается исполнять свои обязанности, зачем такой муж нужен? Саня задает следующий вопрос. Что будет, если умереть в нами? Ну, перейдет внимание в клубе или в колобье тело. Или в оплатившися здесь. Юлия, можно ли очищать пространство при помощи светлого танца? Скажите, пожалуйста, восточные танцы, танцы, танец живота, женские храмовые танцы Востока, это наследие нашей культуры? Ну, в основном наши. Мы же там везде жили. Спасибо. Спасибо.